здравствуйте дорогие ребята мы сегодня разберем тему 9 класса дигибридное скрещивание и третий закон менделя цели нашего урока вы познакомитесь с третьим законом менделя и научитесь составлять схемы скрещивания генетических задач по двум признакам будете уметь оперировать генетическими понятиями и терминами для объяснения закономерностей наследования сможете рассчитывать количество гаммет при полигибридном скрещивании давайте сегодня на уроке мы с вами используем прием вместительная корзинка на листе бумаги нарисуйте пожалуйста корзину и записывайте название термина встречающиеся на этом уроке чем больше вы терминов записали тем лучше сейчас обратимся к истории григорь мендель астрийский биолог основоположник генетики мы знаем что первые закономерности наследования были изучены именно им течение многих лет он проводил опыты над горохом монастырском саду и в 1865 году опубликовал работу опыты над растительными гибридами которым изложил основные закономерности наследственности прежде чем мы перейдем к новой теме давайте повторим основные термины понятия которым с вами уже прошли генетика это наука которая изучает закономерности наследственности наследственности и изменчивости наследственность это свойство родителей передавать свои признаки и особенности развития следующем поколении благодаря этому все особи пределах вида сходны между собой наследственность позволяет животным растениям и микроорганизм сохранять свои признаки в ряду поколений изменчивость это способность организмов проявлять новые признаки и свойства благодаря изменчивости все особи в пределах вида различаются между собой следовательно наследственность и изменчивость это два противоположных но взаимосвязанных свойства организма если благодаря наследственности сохраняется однородность вида то изменчивость напротив делает вид неоднородным еще одни термины которые мы должны с вами повторить генотип это совокупность всех генах организма а фенотип это совокупность внешних и внутренних признаков организма фенотип чаще всего формируется в процессе взаимодействия генотипа и внешней среды еще термины которые мы должны сегодня с вами повторить это доминантный признак это признак проявляющийся у гибрида первого поколения то есть это преобладающий признак рецессивный признак это проявляющийся у гибрида признак противоположный приз не проявляющийся признак поколение f1 гомозиготный организм или гомозиготные это организмы которые содержат одинаковые аллели одного гена например а большое а большое или а маленькая а маленькая гетерозиготный организм это который содержит разные аллели одного гена например а большое а маленькая также мы с вами повторим первый закон менделя при скрещивании двух гомозиготных организмов отличающиеся друг от друга по одной паре признаков при скрещивании двух гомозиготных организмов отличающиеся по одной паре альтернативных признаков все первое поколение гибридов f1 окажется единообразным и будет по фенотипу и генотипу нести признак одного из родителей Вот мы видим гомозиготный организм ААА, рецессивный организм АА, все поколение будет единообразным. По генотипу ААА, по фенотипу все они будут иметь желтые семена. Второй закон Менделя. При скрещивании двух потомков первого поколения Ф1 между собой, двух гетерозиготных особей, во втором поколении наблюдается расщепление в определенном порядке. По генотипу 1, 2, 1, по фенотипу 3 к 1, то есть три желтых семени и проявляется расщепление одни зеленые семена. Но мы знаем, что организм отличается не только по одной паре признаков, а очень много разных признаков бывает у организма. Поэтому вот такие закономерности наследования двух или более пар признаков можно изучать путем дигибридного скрещивания или полигибридного скрещивания. При дигибридном скрещивании, это скрещивание называют дигибридным или полигибридным скрещиванием, называется скрещивание родительских особей, различающиеся по двум или более пар признаков. Для дигибридного скрещивания мензельбрал – гомозиготные растения гороха, которые различаются по двум парам признаков. Например, цветом – желтый или зеленый, или формой – гладкие семена, морщинистые семена. Желтый цвет и гладкая форма семян – они доминантны, а зеленый цвет и морщинистая форма семян – они рецессивны. Каждое растение образует один тип гомет по изученным аллелям, и потомство, которое получено от этих гомет, будет единообразным, то есть желто-гладким. Существует алгоритм записывания генетических задач. Для этого мы запишем «Доно», «А» – желтый цвет, «А» – зеленый цвет горошка, «Б» – гладкая форма семян, «Б» – морщинистая форма семян. Нам нужно найти поколение F1. Записываем решение. Пэрент – родители. Женская особь пишется в зеркало Венеры. А большое, А большое, у нас комазиготный организм, по двум признакам скрещиваем с мужской особи и цессивны по двум парам аллелий. Вторая строчка обязательно. Мы должны прописать гометы. А большое, Б большое – один тип гометок, обязательно обводим кружочек. И Б большое, А маленькое, Б маленькое. Еще один тип гометок. F1 у нас получается А большое, А маленькое, Б большое, Б маленькое. Так, значит, все поколение также будет единоразным 100%. Желтые семена, потому что доминирует желтый цвет. И гладкая форма семян. Желтые и гладкие. Все получаются желтые и гладкие. Таким образом, при скрещивании желтых и гладких семян с зелеными и морщинистыми семенами, все первое поколение у нас будет с желтыми и гладкими семенами. Теперь следующего скрещивания мы берем гибриды этого поколения. По вертикали указываются женские гометы, по горизонтали мужские гометы. Четыре типа гомет женские, четыре типа гомет мужские. Теперь при скрещивании мы получаем различные генотипы разных организмов. Для того, чтобы легче было работать, мы эти генотипы прописали в решетку Пинета. Английского генетика Реджинальда Пинета предложил проводить запись в виде решетки, которую так и прозвали решетка Пинета. Если в дегибридном скрещении гены находятся в разных парах хромосом, то соответствующие пары признаков наследуются независимо друг от друга. И аллели разных генов случайно попадают в одну или в разные гометы. Это мы можем увидеть на следующем примере. Таким образом, при скрещивании мы получаем девять желтых и гладких горошин. Раз, два, три. Вот девять желтых и гладких горошин. Три зеленых гладких горошины. Три желтых и морщинистых горошины. И одна зелененькая и морщинистая. Таким образом, расщепление по фенотипу составляет 9,3,3 к 1. По генотипу 1,2,2,4,1,2,1,2,1. Еще раз мы видим, что при дегибридном скрещивании гены и признаки, которые отвечают за эти признаки, наследуются независимо друг от друга. И этот факт получил название независимого наследования признаков. Третий закон Менделя звучит таким образом так. Закон независимого наследования признаков. При скрещивании родительских форм, отличающихся друг от друга по двум или более парам альтернативных признаков, гены и соответствующие им признаки, наследуются независимо друг от друга. Также мы можем рассчитать формулу расчета гомет у полигибридов. Например, 2Н – это число гетерозиготных паргенов генотипов. У гетерозиготы образуется 2 типа гомет. Если это дигетерозигота, образуется 4 типа гомет. Если это 3 гетерозигота, то образуется 8 типов гомет. Для того, чтобы, если мы не знаем, какой же у нас родители, какие признаки у него доминантные или рецессивные, мы можем сделать анализирующее дигетерозиготу. При этом расщепление по генотипу будет 1-1-1-1, то есть 4 однёрки, и фенотип тоже 1-1-1-1. То есть гибриды, полученные при таком скрещивании, образуют 4 группы, которые отличаются друг от друга в фенотипическом отношении. Вот у нас жёлтые гладкие, жёлтые морщинистые, зелёные гладкие и зелёные морщинистые. Давайте сейчас теперь посмотрим, что же у нас получилось в вашей вместительной корзинке. Сделаем рефлексию. Вы записывали в течение урока различные термины, новые определения понятия. А сейчас я хочу сделать усложнение, чтобы вы расшифровали теперь эти термины. Отдельно расшифровали отдельные термины. И следующее задание для вас, как домашнее, будет установить соответствие между схемами скрещиваниями и различными расщеплениями. У вас здесь буквенные выражения, цифровые выражения. Вам нужно, прорешав эти генетические примеры, выяснить, какие у них возможны расщепления. Уважаемые ребята, вы знаете, что в 2021 году наша страна будет участвовать в международных исследованиях ПИЗа. Я бы хотела, чтобы мы с вами немножечко порешали и задания из международных исследований ПИЗа. На примере одного из заданий, которое называется «Исследование склонов долины». Вы знаете, что формат заданий ПИЗа имеет вот такой вот вид. Есть правая сторона, есть левая сторона. В правой стороне у нас написано, как выполнять задания. И на этой стороне, а чаще всего данные графики, схемы, таблицы, ваша задача, используя свои знания, полученные знания, уметь интерпретировать различные графики, уметь их обобщать, синтезировать, критически мыслить. И таким образом, давайте мы сейчас прочитаем одно из заданий. Группа учащихся отметила резкое увеличение растительности на двух холмах долины. На склоне А растительность намного зеленее и богаче, чем на склоне Б. Эта разница показана на этой иллюстрации. Учащиеся исследуют вопрос, почему растительность на разных склонах так различается. В рамках этого исследования, в течение определенного периода времени, учащиеся измеряли три фактора окружающей среды. Первое. Солнечное излучение. Сколько света падает на данный участок. Влажность почвы. Насколько влажная почва на данном участке. И осадки. Сколько осадков выпадает на данном участке. Теперь. Прочитав текст, сбор данных, которые расположены с правой части, вы должны записать ответ на вопрос. Почему, исследуя различия растительности на разных склонах, учащие разместили по два прибора на каждом склоне. Обратите внимание, что у них на каждом склоне по два прибора. Датчик солнечного излучения. Датчик влажности почвы. И дождемер. То есть, обратите внимание еще раз, на каждом склоне по два прибора. Теперь. По показаниям каждой пары приборов на каждом склоне за определенный период времени, учащиеся берут среднее значение и рассчитывают погрешность измерения для этих средних значений. Результаты отражены вот в этой таблице, где показана небольшая погрешность знаком плюс и минус. Двое учащихся разошлись во мнениях относительно того, почему на двух склонах отмечена разная влажность почвы. Первый учащийся считает, что разная влажность почвы обусловлена разным количеством солнечного излучения на двух склонах. А второй учащийся считает, что разная влажность почвы обусловлена разным количеством осадков на двух склонах. Ребята, вам нужно внимательно будет посмотреть и проанализировать эту таблицу и дать свой ответ, который вы здесь должны будете выбрать. Основываясь на данных, приведенных в этой таблице, вы должны определить, кто из учащихся прав. Поэтому здесь мы рассматриваем таблицу средняя энергия солнечного излучения, средняя влажность почвы и среднее количество осадков. И тут же можно обратить внимание, что среднее количество осадков примерно одинаковое. Теперь вы выбираете по данным и ставите, выбираете или первого учащийся и второго учащийся, а следующий результат вы должны написать, объясните свой ответ. То есть вы должны в этом приведенном задании, применяя методы естественно-научного исследования, объяснить выбранную процедуру. Применяя методы естественно-научного исследования, вы должны дать примерно ответ, что учащиеся использовали по два прибора, чтобы учитывать разницу в условиях на одном и том же склоне. Или для повышения точности измерений для каждого склона. И самое главное, вы потом должны будете записать письменный ответ, то есть формулировав правильно свои мысли, должны будете анализировать, интерпретировать эти данные, четко выразить свою формулировку в этой таблице. Таким образом, мы сегодня рассмотрели с вами и задачи на дигибридное скрещивание, выяснили, какие типы наследования бывают при дигибридном скрещивании, и также мы проработали, прорешали одно из заданий ПИЗа. Домашнее задание – выучить параграф 50, дигибридное скрещивание и третий закон Менделя, ответить на вопросы в конце параграфа и обязательно порешать задачи на моно- и дигибридное скрещивание, и, конечно же, порешать задание ПИЗа. Спасибо за внимание, урок закончен. Продолжение следует...